Охотник за гарантиями армейский пыл Пашиняна. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в День армии выступил перед военнослужащими. В своем выступлении Пашинян затронул вопросы военной стратегии Армении и мирного урегулирования с Азербайджаном. И начал он соответствующую часть выступления с броска камня в огород своего Чузерена, мы также должны переосмыслить наши стратегические представления в области безопасности. Необходимо прямо признать вслух, что укоренившиеся в нас идеи о системах безопасности и формулах их функционирования сыграли с нами злую шутку и для республики Армении нет иного выхода, кроме как диверсифицировать отношения в сфере безопасности. То есть Пашинян в очередной раз подтвердил, что Ереван будет обзаводиться новыми стратегическими союзниками. И что-то мне подсказывает, что это будут Франция и Индия, а возможно Иран. Правда при этом не совсем понятно, имел ли премьер также в виду оружие российского производства, когда произносил следующее, мы находимся на пути приобретения нового и современного вооружения и техники, и за последние годы правительство подписало контракты на закупку вооружения и боеприпасов на сумму в несколько миллиардов долларов. Если нет, то Москве наверняка было бы очень досадно, потому как деньги, на которые покупается оружие, зарабатываются Арменией в результате сделок с Россией в обход западных санкций. Это косвенно подтверждается следующими словами Пашиняна, должен констатировать, что налоговые доходы бюджета в 2023 году, уже фактически реализованные, превысили доходы бюджета 2017 года примерно на 2,5 миллиарда долларов. И на эти средства проводится также реформа армии и вооруженных сил. Но оставим Москве и Еревану самим разбираться в вопросах контрактов на вооружение, равно как и в статусе Зангизурского коридора, и сосредоточимся на тех тезисах Пашиняна, которые непосредственно касаются мирного урегулирования с Азербайджаном. В этом отношении Пашинян, как это часто бывает, начинает за здравие, в контексте обеспечения безопасности хочу подчеркнуть еще два ключевых фактора, внешние отношения и легитимность проводимой политики с точки зрения международного права. Легитимность, при этом, должна быть важнейшим фактором обеспечения внешней безопасности Армении. Что я имею в виду? То, что республика Армения должна идентифицировать себя селом территорий, на которой она была признана международным сообществом. Т.Е. Территория Армянской ССР, идентичной суверенной территории Республики Армения. Мы должны четко и бесспорно констатировать, что у нас нет и не будет никаких претензий в отношении какой-либо другой территории, и это должно стать стратегической основой обеспечения внешней безопасности Республики Армения. Да, вроде, все звучит логично и даже искренне территория Республики Армения, дескать равна территории Армянской ССР и у Армении нет и не будет претензий в отношении какой-либо другой территории. Однако, и это тоже уже стало частью традиции, дальше Пашинян углубляется в дебри своего плутовства. Сославшись на якобы агрессивные заявления со стороны Азербайджана, Пашинян заявляет следующее, я уже сказал, что иметь сильную и боеспособную армию это суверенное право каждой страны, и никто не может ставить под сомнение наше право. Если кто-то ставит под сомнение это наше право, то ставит под сомнение наше право на существование. В этом случае нам не останется ничего иного, как защищать свою государственность, свою независимость, свою территориальную целостность всеми возможными и невозможными способами. Здесь хотелось бы отметить, что Пашинян сам себе противоречит. Баку, как никто другой знает, что иметь сильную и боеспособную армию суверенное право каждой страны. Впрочем, мир знал случаи, когда это право некоторых стран было ограничено. Например, Германия и Япония после Второй мировой войны. Окупация Армении и Карабаха стоит в том же ряду, что и преступления стран АСИ. Однако, мы живем в несправедливом мире, где смещены акценты и понимаем, что покровители Армении не допустят ее до милитаризации. Соответственно, мы не ставим под сомнение ваше право вооружаться, мы всего лишь говорим, что как только это ваше право создаст опасность для нашей страны, оно превратится в нашу обязанность его ограничить. Именно об этом говорил президент Алиев. Поэтому мы не будем идти на поводу популистских призывов к каким-то гарантиям. А ведь именно о гарантиях опять начал говорить Пашинян, мы готовы пойти по этому пути и, кроме того, предложили Азербайджану несколько механизмов гарантии безопасности. Например, зеркальный отвод войск от административной границы Армянской ССР и Азербайджанской ССР. Эта граница в соответствии с Алматинской декларацией 1991 года стала государственной границей, и 6 октября 2022 года в Праге Армения и Азербайджан договорились, что признают территориальную целостность друг друга на этом основании. Зеркальный отвод войск позволит, чтобы все территории Азербайджанской ССР были под контролем Азербайджана, а все территории Армянской ССР под контролем Армении. Но во-первых, какой может быть зеркальный отвод войск от границы, если граница все еще является условной и до сих пор недолимитирована? Ах, вы об административной границе Армянской ССР и Азербайджанской ССР согласно Алматинской декларации. Но как верить Пашиняну, если во-первых, на законодательном уровне Республика Армения признает Алматинскую декларацию с поправками, которые фиксируют претензии Ирана Карабахский регион Азербайджана, а во-вторых, эта трактовка декларации была основополагающей в Армении в течение почти 30 лет в течение оккупации Карабаха. Пашиняна, тем временем уже трудно остановить, мы предложили Азербайджану также осуществить домилитаризацию границы, также механизм взаимного контроля над вооружениями, также подписание пакта о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось. И далее еще раз констатирую, что Республика Армения не имеет претензий ни на какую территорию, кроме своей суверенной территории, и никто не может иметь никаких претензий на какую-либо территорию Республики Армения. Как я уже сказал, мы готовы дать такие гарантии, прочные и необратимые гарантии, но ожидаем аналогичных гарантий от других. Обращает на себя внимание то, что в качестве гарантии Ереван перечисляет лишь некое обязательство не нападать на Азербайджан. Однако он ничего не говорит об отказе от клеветнической риторики относительно этнической чистки в Карабахе. Одним словом, гуманитарный дискурс отделения во имя спасения все еще не сходит с армянской повестки. Тот информационный фон, который создает Ереван вокруг освобожденного Азербайджаном Карабаха, свидетельствует о том, что он вовсе не отказался от претензий на эту землю. Если вы действительно не имеете претензий ни на какую территорию, тогда будьте добры, осуществите следующие меры, один. Перестаньте упоминать карабахский регион Азербайджана в качестве территории, подконтрольной Азербайджану, аннексированной Азербайджаном, либо иным образом оспаривающим территориальную целостность нашей страны, а также армянизированными топонимами, два. Проведите санацию вашего законодательства на предмет удаления из него любых упоминаний Карабаха, как части республики Армения, три. Перестаньте обвинять Азербайджан в этнических чистках в отношении карабахских армян и поднимать тему их возвращения на каких-либо условиях, несовместимыми со справедливыми условиями Азербайджана. До тех пор, пока вы не проделаете эту элементарную работу, все ваши заверения о мире не будут стоить и той бумажки, на которой они напечатаны. Руководство Азербайджана знает, как вести переговоры с Арменией. Не исключено, что некое рамочное соглашение, включающее в себя обязательства ненападения, действительно будет подписано. Однако сомневаемся, что оно будет содержать те пункты о гарантиях, о которых размечтался Пашинян.